Развивать экономику регионального и даже федерального масштаба, делать повседневную жизнь ярче и интереснее, создавать новые рабочие места для жителей своего города. Все эти задачи стоят перед бизнес-сообществом. Проект «Бизнес-класс» расскажет, кто эти люди и как они добиваются успеха. Добрый день, меня зовут Наталья Михеева. И в этом выпуске мы поговорим о том, насколько сложно вести бизнес, связанный с детьми, и как разумно распорядиться прибылью. Успех достается только тем, кто его действительно заслуживает. Универсальной инструкции, как стать лучшим в своем деле, нет и быть не может. Но повышать свои профессиональные навыки еще никому не помешало. И сегодня в нашей рубрике «Бизнес-история» успешные саратовские предприниматели делятся опытом ведения своего бизнеса. Медицинский центр «Врачебная династия» – это тот пример, когда название еще и определяющий фактор, потому что львиная доля коллектива – родственники. Первопроходцем стала прабабушка нынешнего главного врача около ста лет назад. Сегодня «Врачебная династия» – это уже четвертое поколение врачей самой разной специализации – от дерматологов до кардиологов. Вопрос о выборе профессии, по-моему, стоит для любого человека. И, конечно, нельзя сказать, чтобы нас заставляли, например, быть врачами, потому что в медицине заставить быть врачом невозможно. То есть можно заставить пойти учиться в медицинский институт, но работать такой человек потом точно не будет, потому что врач – это прежде всего призвание и образ жизни. То есть, ну, как бы, правда, это пафосно не звучало, но врач, он не может останавливаться на достигнутых знаниях. Врач – это постоянная учеба всю жизнь. И поэтому надо искренне любить профессию, чтобы стать врачом. Идею открыть свой семейный центр осуществили около года назад. Здесь специализируются на нескольких направлениях – дерматология, эндокринология, онкология, кардиология и ревматология. Но самые ответственные решения по любому из направлений принимаются только после семейного совета, прямо на работе в центре. Спонтанности не было совсем. Мы очень долго просчитывали, думали. Естественно, у медиков как-то сложно все это получается, потому что нет начального капитала. Но, по большому счету, вот видите, к нашему возрасту мы открыли центр. А так как у нас есть смена, то есть если бы мы сейчас открывали для себя, это совершенно бесполезно. Ну, как бы нам уже не так много осталось работать. А так как у нас есть молодое поколение, естественно, есть кому передать, то, в общем-то, для этого есть смысл делать. Но все кровно заинтересованы в этой работе. И, в общем-то, контроль, например, с нашей стороны, младшего поколения, тоже осуществляется. И те принципы этики, деонтологии, отношения к пациентам, естественно, мне передалось от мамы, мы с мужем передаем детям. Детям. Естественно, это все закладывается, ну, я не знаю, наверное, с пеленок, потому что, естественно, непрофессиональные тайны и непрофессиональные основы. А именно отношения к пациентам, отношения честные. Мы сделали бесплатный прием, называется День меланомы для скрининга населения. То есть мы сделали бесплатно для того, чтобы выявлять ранние меланомы, для того, чтобы выявлять на уровне диспластических неосов. То есть тогда, когда жизнь человека можно сохранить, можно убрать, и больше это не повторяется. Вот в наше время, когда все стремятся к хирургическому лечению, мы, наоборот, пошли по другому пути. Мы стараемся излечить больного без операции, бескровно. Для больных это очень важно. Нет риска осложнения после операции. И самое главное, его психическое состояние не страдает от этого. Из планов на будущее расширяться, но организаторы медицинского центра не отрицают, что возможны увеличения перечня направлений. Ведь пока никто не знает, врачами какой специализации вырастут внуки. На первый взгляд кажется, что открыть свое дело – это очень легко. Нужно иметь определенную сумму денег, и успех тебе обеспечен. Но на самом деле это не так. Грамотно вести бизнес – это большая ответственность и огромный труд. В рубрике «Бизнес-дневник» на протяжении целого месяца мы следим за становлением одного конкретного бизнеса. Под прицелом камер владелец своего дела. И сегодня в рубрике «Бизнес-дневник» организаторы уникального для Саратова вида досуга сюжетных игр. Они уже поделились своими переживаниями и наблюдениями о рентабельности подобного бизнеса, о формировании цены на необычную услугу и о продвижении на рынке. И сегодня заключительная часть их дневника. Компания «Локейшн» – уникальный в своем роде бизнес для Саратова. Идея в создании комнаты, где небольшая группа людей – от двух до четырех человек – выполняет задания и разгадывает головоломки. В итоге находят ключ и выбираются из помещения. В этом выпуске – в каком направлении можно развивать данный бизнес, и как это делают организаторы эскейп-румов из других городов. В рубрике «Бизнес-дневник» представители компании «Локейшн» делятся своими наблюдениями и волнениями в режиме онлайн. Мы сейчас смотрим на опыт первой комнаты, понимаем, что он достаточно положительный, что очень хороший отклик по количеству людей, по впечатлениям, по эмоциям. И у нас есть идея развития дальше. То есть, конечно, нужно открыть вторую комнату, потому что это будет для тех людей, которые уже прошли, ответ на вопрос, что дальше. То есть дальше можно будет прийти к нам в следующую комнату, в следующий проект. Мы смотрим на опыт других городов, и там большое внимание. Вот кроме традиционных комнат для небольших групп на 2-4 человека, есть комнаты на большее количество людей. То есть это как бы такие корпоративные комнаты. Конечно, они требуют больших вложений и финансовых, и сюжетных идей новых, и совершенно другого типа помещений. Мы об этом задумываемся. И, в принципе, поскольку в параллельном виде бизнеса мы работаем с большими группами, мы слышим вот эти запросы, возможно, мы двинемся именно в этом направлении. Еще одна из идей – это комната для детей, в которых будут работать аниматоры. То есть загадки рассчитаны так, что может в любой момент прийти кто-то взрослый, старший, и подсказать вот какие-то моменты, чтобы детки могли участвовать в интерактиве. Кстати, в Москве тоже вот это направление, оно развивается. Там такой интерактивный театр для взрослых придумала одна из компаний, создателей «Эскейпа». Там участвуют артисты. Во время того, как вы проходите и выполняете задания, там вот есть еще живые персонажи. Это тоже очень интересно. И на самом деле у человека шкала эмоций минус 40, плюс 40. Мы сосредоточены в основном на каких-то эмоциях либо радости, либо обиды. Это вот плюс 3, минус 3. Вот, там ненависть, агрессия – это вот где-то единичка, двойка. Просто человеческий организм, вообще мозг, они устроены вот с огромным запасом. И его просто нужно нагружать работой. И если вы с друзьями можете действительно испытать что-то такое вот, ну, мегаинтересное, мегаудовольствие какое-то вот, что-то необычное, ну, я думаю, что стоит это делать. И не нужно делать вот, ну, все то, что делают другие, потому что, вот, ну, возможно, это уже есть. Поэтому у нас, конечно, есть очень большой риск того, как это будет развиваться. Дальше, ну, а в то же время большой драйвец, у нас все получится. И это будет, правда, вот что-то очень классное. На этом цикл бизнес-дневников с компанией Location заканчивается. А мы надеемся, что все их планы по развитию сбудутся, и большинство жителей Саратова будут знать о таком развлечении, как Escape Room. Как распорядиться полученными деньгами? Такой вопрос возникает только у успешных предпринимателей. Положить в банк под процент или расширить уже имеющееся дело? Ответы на эти вопросы в нашей рубрике «Бизнес-совет». Владимир Видро в 1995 году основал школу бизнеса «Диполь» и стал ее директором. Многократный чемпион управленческих поединков, ведущий тренингов и участник круглых столов, бизнес-эксперт. Во всем руководствуется девизом «Успешен тот, кто учится». Это именно из выручки вы тратите на аренду, на любые затраты ведения бизнеса. И если остается какой-то остаток, то уже возникают вопросы, что с ним делать. Есть ли универсальный рецепт 2 трети, 1 трети или 3 рубля, 5 рублей, куда откладывать? Конечно, совершенно универсальных таких рецептов нет. Есть три варианта, в принципе. Первый вариант – это потратить на себя. Предпринимателю всегда есть такая необходимость, особенно если мы говорим о малом бизнесе, реально малом бизнесе, то обычно размер прибыли сопоставим с личными потребностями предпринимателя. Открывать или нет новый бизнес, зависит от того, есть ли у вас силы и способности это делать. Потому что в малом бизнесе, по крайней мере на стартовый период, совершенно точно предприниматель должен сам заниматься созданием этого бизнеса, искать людей, учить их, обеспечивать им рабочие места, выстраивать бизнес-процессы. Если же действительно силы есть для открытия бизнеса, то тогда надо выбирать между доходностью этого бизнеса и доходностью вкладов в банк, ну или в какие-то другие финансовые инструменты. Правда, оценить такую доходность потенциальную для бизнеса или существующую для каких-то финансовых инструментов не так просто. Для этого надо проводить грамотные финансовые расчеты. И опыт взаимодействия с многими предпринимателями показывает, что финансовыми расчетами грамотными владеют далеко не все. И более того, не все даже придают этому серьезное значение. Есть привычка оценивать на глазок, кому-то при этом везет, но часто это ведет к большим ошибкам. Во всем нужно знать меру. Трати денег на себя и инвестирование рискованных проектов. Как это сделать лучше и где найти золотую середину, специально для ответов на эти вопросы создан наш проект «Бизнес-класс». Возможно, именно вы станете героем нашего следующего выпуска. С вами была Наталья Михеева, программа «Бизнес-класс» на канале РЕН-ТВ Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова